Здравствуйте! В эфире новости в студии Дарья Янченко и коротко о главных событиях. Идёт чистая переработка, то есть мы эту рыбу полностью безглавляем. Самые мощные в России губернатор посетил рыбоперерабатывающие заводы Шикотана и Кунашира. В основном, ну, крупу берём, потом стиральный порошок берём, что ещё берём? Сор берём. С минимальной наценкой в Тамаринском районе расширится сеть социальных магазинов. Солдаты своей страны в России отмечают День памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Зазвучали в унисон. Сессия Сахалинского детского сводного хора завершилась отчётным концертом. Что сказать, даже нечего. Сильный соперник. Суровый бой ведёт ледовая дружина. В Макарове стартовал финал областного турнира по хоккею шайбой среди дворовых команд «Спорт против подворотни». Завод по производству рыбной муки и жира планируют открыть на Кунашире. Инвестиционный проект стоимостью более миллиарда рублей реализует Южно-Курильский рыбокомбинат при поддержке корпорации развития Сахалинской области. В рамках рабочей поездки на объекте побывал губернатор Валерий Лимаренко. Глава региона отметил, что рыбная отрасль – один из главных векторов развития Курильских островов. С точки зрения экономики – это вылов, переработка рыбы, это логистика, связанная с транспортировкой продукции рыбной. На сегодняшний день находимся в высокой степени готовности. Здание построено, оборудование смонтировано. Ожидаем в начале апреля поставщиков оборудования для пусконаладочных работ. Рассчитываем к июлю месяцу запустить оборудование. Рыбная мука и жир – базовые продукты в производстве кормов для животноводства, а также для рыб в аквакультуре. Востребованность такой продукции на рынке очень велика. А накануне глава региона посетил новый рыбоперерабатывающий завод в селе Крабозаводском на Шикотане. Предприятие, способное освоить тысячи тонн сырья в сутки, не имеет аналогов в России. Завод выпускает практически всю линейку рыбной продукции. Запрет в Конституции на отчуждение российских территорий поставит точку в вопросе принадлежности Курил. Так считает губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. На днях президент Владимир Путин провел встречу с рабочей группой по подготовке предложений о внесении поправок в основной закон страны. Важную инициативу озвучил актер и режиссер Владимир Машков. Было бы неплохо закрепить в Конституции запрет на отчуждение территорий России. Мы, сахалинцы и курильчане, поддерживаем эту инициативу. Я вам хочу сказать, что такая инициатива может привести к тому, что дискуссия по Курильским островам и попытки японской стороны поставить этот вопрос перед нами будет завершена. Президент поддержал идею, дав поручение юридическим службам оформить ее должным образом. Губернатор региона отметил, что инициатива имеет ключевое значение для сохранения территориальной целостности страны. Ровно год назад на Курилах провели опрос, по результатам которого 96% жителей выступили против передачи островов Японии. В Тамаринском районе значительно расширили сеть социальных магазинов. В них островитяне могут приобрести 30 наименований товаров с наценкой не более 15%. Витрины с доступными продуктами можно найти не только в районном центре, но и в соседнем Красногорске. Подробности расскажет мой коллега Владимир Ильин. Последнее время Тамара Бычек ходит на работу еще с большим удовольствием. Количество покупателей и выручка в магазине выросли. Благодаря поддержке островных властей здесь можно приобрести продукты с минимальной наценкой. Все больше предпринимателей Тамаринского района на базе своих торговых точек открывают социальные отделы. У нас социальные отделы, в которые включено 30 наименований. Это по ассортиментному перечью. На свое усмотрение мы еще включили около 10 наименований товаров по социальным ценам. Для того, чтобы к нам ходил покупатель наш, для того, чтобы он от нас не уходил, конкуренция. Ну и, конечно, немаловажная часть – это субсидирование затрат по электроэнергии и теплооснабжению. Чтобы купить товар по сниженной стоимости, необходимо получить скидочную карту. Для этого можно обратиться в районный центр социальной поддержки. В Красногорске один из таких отделов открылся совсем недавно, но уже стал популярным среди населения. Крупы, порошок стиральный, сок, тушенку. Ну, мы слышали, что в Южно-Скалинске вообще давно и в Тамарях, а у нас вот только началось это все. По инициативе главы региона Валерия Алимаренко сеть в социальных магазинах на островах расширяется. Помимо субсидий, владельцы таких отделов получают помощь в техническом и инвентарном оснащении. В настоящее время в Тамаринском районе социальные карты получили уже около 800 человек. В ближайшее время скидку по ним планируют увеличить. СИЗО Южно-Сахалинска планируют перенести за черту города. Место для строительства предварительно выбрали в районе Хомутова. С такой инициативой выступил губернатор области. Валерий Алимаренко подписал соглашение о сотрудничестве с региональным УФСИН. Сдать новый объект планируют в 2025 году. Это важное учреждение, но мы расположим его за городом. Там будет удобное место, понятно, что будет построено таким образом, чтобы было удобно для всех участников. Нам будут созданы условия для того, чтобы спецконтингент был в лучших условиях, располагался таким европейским стандартом. Легче будет добираться, скажем так, родственникам, чем в центре города. Проекты по использованию земли в центре города после переноса СИЗО правительства Сахалинской области обсудят с жителями областного центра. Одна из идей, которую озвучил Валерий Алимаренко, создание городского сквера. 15 февраля в России отмечают памятную дату. День вывода советских войск из Афганистана. Не так давно появилось ее официальное название. День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Его отмечают все, кто воевал в Чечне, Вьетнаме, Афганистане и Мозамбике. Наш корреспондент пообщался с ветераном двух войн на Северном Кавказе, бывшим сотрудником ОМОН Леонидом Снигура. Подробности далее в сюжете. Майор полиции в отставке Леонид Снигур попал на войну в 95-м году, когда первая чеченская кампания полыхала вовсю. Попали бы и раньше, но в мае произошло землетрясение в Нефтегорске и отряд ОМОНа уехал туда. И только в конце года 70 сахалинских бойцов прибыли в Аргунь. Задачу в то время всем ставили одну – наведение конституционного порядка на территории мятежной республики. То есть уничтожение боевиков, разминирование местности и охрана важных объектов. В сопровождении колонн между городами Грозный, Аргун, Шали, Гудермес. Ну и, как говорится, полная мобилизация, постоянная готовность выехать по приказу куда бы то ни было. Как раз происходили события в Пермамайском в январе 96-го года. Тоже стояли в резерве. Планы командования что-то изменились, и поэтому мы в Пермамайск не попали, а так в Аргуне и стояли до конца командировки. Сахалинским ОМОНовцам везло. Серьезных боестолкновений не происходило. Хотя не всё измеряется везением. Отношения с местным населением значили очень много. Далеко не всем федералам удавалось их наладить, что приводило к вооружённым стычкам и, следовательно, потерям. Во время второй кампании в 99-м году сахалинцы стояли в станице, где несколько лет не было ничего. Ни федеральной власти, ни врачей, ни стражей порядка. Наш доктор практически на следующую неделю, как мы разместились, ну, грубо говоря, практически вытащил с того света ребёнка. Местное население обратилось, что вот ребёнок помирает, синеет. Ну, группа вышла туда, ну, как положено, с оцеплением, с охранением. Ну, и доктор спас ребёнка. Ну, и после этого, как бы, с мирным населением, уже с местным, были практически почти что дружеские отношения, насколько они возможны в тех условиях. Раньше, 15 февраля, отмечалось как день вывода войск из Афганистана. В 2010-м он стал Днём памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Но это день всех ветеранов локальных конфликтов. А мест, где воевали советские и российские солдаты, много. От Афганистана и Чечни до Югославии и Сирии. Евгений Коньков, Дмитрий Кляровский, телекомпания ОТВ. В Сахалинской области внедряют новые меры социальной поддержки. Теперь на ежемесячную выплату могут рассчитывать граждане, подвергшиеся воздействию радиации во время аварии на Чернобыльской АЭС, производственном объединении «Маяк», а также на Семипалатинском испытательном полигоне. Данная мера определена и установлена в твёрдой сумме, размер которой составляет 1500 рублей. За указанной льготой данные граждане могут обратиться в органы социальной защиты по месту жительства, при условии, если они относятся к категории пенсионеров. Данная мера направлена для того, чтобы улучшить социальное положение данных граждан. В Сахалинской области проживает около 160 человек, которые получат новую меру поддержки. Для этого им необходимо обратиться в отделение социальной защиты по месту жительства с паспортом и льготным удостоверением. Необычная выставка открылась в музейно-мемориальном комплексе «Победа». Она посвящена одному из главных событий истории России – Куликовской битве, на которой русские войска во главе с великим князем Дмитрием Донским разбили полчища монголо-татар под предводительством хана Мамая. В выставочном зале можно примерить шлемы воинов и ознакомиться с подлинными находками времен монгольского ига. Подробности у Евгения Конькова. Эта выставка – не только детальный показ и рассказ о событиях, которые произошли в 1380 году. Представленные экспонаты помогают современному человеку узнать о жизни своих предков. Например, кольчуги воинов. Латы делались из железа и большой сложности в изготовлении не представляли. А вот мастеров, способных сплести рубаху из металлических колец, было мало. Это был высший пилотаж для любого оружейного мастера. Фасоны одежды того времени историки восстанавливали по крупицам. В тот период времени мода так часто не менялась. В связи с этим, как бы сопутствующие подобные с других периодов находки, они дают общую картину. Но если готовые щиты, кольчуги и латы были сделаны совсем недавно, то под стеклом музейных витрин лежат экспонаты, которым нет цены. Около двухсот предметов той эпохи. Все они найдены в различное время на территории современной Тульской области. Кавалерийское стремя, наконечники для стрел и копий, боевые топоры. Видите, в подлинных предметах присутствует часть лад, которые легли в основу создания вот этих новоделов. И понимание, как это было собрано в едином, скажем так, костюме, в едином защитном вооружении. Выставку организовали таким образом, что интересно будет не только взрослым, но и детям. Экскурсоводы проводят с ними беседы, доступно рассказывают о Куликовской битве и жизни их пращуров. Узнать о главных событиях Куликовской битвы, например, с помощью настольных игр, которые там представлены. И помимо этого, самое интересное, что все любят, это можно будет потрогать кольчугу и даже примерить шлемы, которые показаны того времени. То есть шлемы ордынцев и русских воинов. Как они выглядели, их можно тоже примерить. Выставка Куликова поле «Поле ратной славы» — это плоды национального проекта «Культура». Большие столичные музеи делятся выставками с маленькими. Все предметы принадлежат Тульскому музею-заповеднику «Куликово поле». Все они простоят в мемориальном комплексе «Победа» до конца апреля. Евгений Коньков, Андрей Андросов, телекомпания ОТВ. В областной столице провели урок цифровизации. Школьникам рассказали о персональных помощниках в IT-сфере, системе «Умный дом» и других способах коммуникации человека с операционными системами электронной техники. В рамках урока информатики мы проводим для того, чтобы повысить познавательную активность детей, чтобы они больше интересовались антиспециальностями, различными возможностями, которые существуют. Безопасно себя чувствовали в интернете, понимали, что такое облачная технология, что такое искусственный интеллект. То есть развивались. «Мы со своей стороны здесь, в Сахалинской области, сейчас реализуем различные программы, которые позволят детям и в школе дополнительно заниматься, и дальше с помощью панториумов, с помощью точки кипения, с помощью IT-экслераторов развиваться». Помимо этого, юным островитянам рассказали о перспективах и развитии цифровых специальностей в островном регионе. Занятие состоялось в рамках Всероссийского образовательного проекта «Урок цифры». Концерт детского сводного хора состоялся на сцене Долинской школы искусств. В состав коллектива вошли 30 одаренных вокалистов из разных районов области. Выступлению предшествовали три дня напряженных репетиций. Для юных исполнителей были организованы также обучающие мастер-классы по направлению «Академический вокал». Их дали специалисты из Благовещенска. Музыкой наслаждалась Ангелина Шевченко. «Если для песен простор, это хор, это хор, хор хороший». Этот музыкальный коллектив звучит как единый творческий организм и имеет полное право называть себя хорошим хором. В его состав вошли лучшие вокалисты области. Собрать артистов вместе, подогнать их голоса под единый камертон и отшлифовать программу – нелегкая задача. Но опытному педагогу и заслуженному работнику культуры Российской Федерации Татьяне Бедюриной это удалось. Для этого дирижера специально пригласили из Благовещенска. В короткий промежуток времени ты понимаешь, что тебе нужно сделать огромную программу, огромный объем этой программы. То есть выбраны произведения. В данном случае это достаточно сложные произведения. Порой такие, которые хор ни разу не пел. То есть ноты, естественно, для них незнакомые. Они должны очень быстро уметь читать с листа ноты. Наш дирижер, если не получается у какой-то конкретной партии, мы разбираем вместе с ней. Она нам помогает, объясняет, что не так в данном месте, и мы исправляем. Детский хор выступает на сцене со своими старшими наставниками-преподавателями. В программе музыка Пахмутова и Рахманинова и многих других известных композиторов. Организаторы концерта добивались того, чтобы ребята понимали, о чем поют. Поэтому были специально разучены всем известные произведения. Белобежская куша, Белобежская куша. Елизавета Каргополова музыкой занимается с детства. У девочки большие планы на будущее, а она мечтает стать педагогом. Утверждает, что участие в сводном хоре – это очень хороший опыт. Хоре мне дает больше профессиональности. Какой голос, как петь, новые произведения, которые ты хочешь запомнить навсегда. Этот концерт по праву можно считать уникальным. На сцене выступили два дирижера с абсолютно разными программами. Следующую сессию сводного хора планируют через год. Второй день этапа Кубка мира по парагорнолыжному спорту оказался солнечным и травмоопасным. На подтаявшем снегу соревновались больше 20 спортсменов. Как и в первый день они боролись за медали в скоростном спуске. И не обошлось без жестких падений и обидных неудач. За состязаниями паралимпийцев следил Сергей Суханов. В вечном споре лыжники против сноубордистов первые на этой неделе однозначно выигрывают. На комплексе «Горный воздух» все вокруг в экипировке для тех, кто предпочитает, чтобы ноги были отделены друг от друга. Этап Кубка мира продолжается. Сегодня у нас опять скоростной спуск. Температура воздуха значительно теплее. А значит другие условия и новые сюрпризы. Первый увеличившееся количество зрителей. И соревнования привлекают людей любого возраста. Даже несмотря на то, что трансляции можно посмотреть дома. В интернете или на телеканале ОТВ Сахалин. В этом году эти соревнования просто превзошли все, которые я только знала. Несмотря на серию падений в первый день, на старт вновь вышли все, кто соревновался накануне. Только американец Стивен Лоулер, получивший травму на тренировке, так и не восстановился. В инстаграме Стивена поддерживают многочисленные поклонники спорта. Я отлично справился с этим. Меня тут здорово приняли и поддержали. Пожелали скорейшего выздоровления. Надеюсь, что скоро поправлюсь. Его земляк и главный претендент на золото Эндрю Курка во второй раз подряд поцеловал склон. Лыжа не выдержала приземления. Первый в категории сидячий опять норвежец Педерсон, но в этот раз не в одиночестве. С ним на пьедестал поднялся швейцарец Мурат Пели. Он исполнил что-то интересное. Трасса была довольно неровной. Я потерял контроль над лыжей и буквально лег, но сумел отлотнуться рукой и вернуться на трассу. У стоячих спортсменов все золото забрали французы. На первых местах однофамильцы Мари и Артур Боше. Последний настолько радовался теплой погоде, что значительно улучшил свой результат прошлого дня. Да, теплее. Это хорошо для меня. Я не люблю холод. Но на трассе было сложнее. Потаявший снег очень твердый. Да и приз зрительских симпатий тоже у трехцветных, потому что поют хорошо. У наших бронза у Алексея Бугаева и Ивана Францева. И серебро у Варвары Ворончихиной. Пока без золота, но парни и девчонки не унывают и заряжают позитивом остальных. Ребята все очень крутые, очень классные. С ними невероятно здорово общаться. И ты сам как-то заряжаешься. Давайте к вам малыша. Просто всегда на такой вот волне. Завершился второй день кубка тоже по-французски романтично. Сахалинские лыжники и сноубордисты спустили в честь дня всех влюбленных с горы огромное сердце. Сергей Суханов, Владислав Зайцев, телекомпания ОТВ. В Макарове стартовал областной турнир по хоккею «Шайба» «Спорт против подворотни». В финальный розыгрыш включились 12 сильнейших районных дворовых команд. Сейчас матчи проходят в трех подгруппах. После чего восьмерка лучших продолжит борьбу в плей-офф. На открытии соревнований побывал наш корреспондент Игорь Антипов. Гостей почуют хлебом, ведь в Макарове принято всех встречать с радушием. А когда начинаются матчи, корт быстро окружает местные болельщики. Сегодня играют только дворовые районные команды, которые тренируются на открытом льду. Всего 2-3 месяца. Команды равные, все довольны. Видите, какая атмосфера добра, эмоции. Это и атмосфера дворового хоккея. Это самый искренний хоккей в мире. Матчи начинаются утром, а заканчиваются в сумерках. И пусть даже некоторые команды крупно горят, но со льда не уходят. Так они в чане 28 раз поразили ворота ахинской сборной. На что северяне отреагировали так. Что сказать, даже нечего. Сильный соперник. Да и у нас сложность команды очень мала. Никто не хочет играть. Не хватает командного настроя. Они пытаются друг друга обзывать, кричать. Я думаю, должны быть более дружнее. И как-то пытаться более веселее играть. Настоящий накал страстей бурлил в противостоянии Макаровской Виктории и дружины Олимп из села Победино. Макаровчане сразу же попали под раздачу. Смирных овцы жестко их давили. Забрасывали в сетку шайбу за шайбой. Покажи, что ты можешь бороться. А ты просто понтуешься. Там и команда сильнее была. Больше моментов было. Ну, бывает поражение. Главное же не победа, а участие. Макаров тоже создавал опасные моменты. Но защита олимпийцев была безупречна. Виктории все же удается вымучить всего одну шайбу. Но произошло это в завершающем третьем периоде. Победенцы, в свою очередь, крупно выиграли. 8-1. Марк Бондаренко сегодня сделал игру. И сделала вся команда. Вся команда сыграла очень хорошо. Выполнили установку тренера. Начали вести в счете. Почувствовали то, что можно забивать. И начали еще забивать. Имена победителей и призеров станут известны в предстоящее воскресенье. Утром состоится решающая битва за кубок. Игорь Антипов, телекомпания ОТВ. В субботу в час дня в городском парке начнутся полуфиналы чемпионата детсадовской семейной лиги «Хоккей в валенках». В воскресенье мастера рукопашного боя встретятся в спортзале «Росгвардии» на областном турнире. А баскетболисты проведут финал школьных соревнований «Кэсбаскет». Матчи пройдут на паркете школы игровых видов спорта. Всем спортивных выходных. Концерт группы «Чай» в спектакле «Экстремаловчиха» в центре и, конечно, кинопремьеры. Как с пользой провести предстоящие выходные, расскажем в рубрике «Афиша». Я передаю слово ее ведущему Сергею Суханову. А у меня все на этом. Всего доброго и хороших выходных. Вечер пятницы – лучшее время для того, чтобы подумать, чем заняться в субботу и воскресенье. Поможет вам в этом рубрика «Афиша». Легендам Свердловского рок-клуба «35» группа «Чай» даст единственный концерт в Южно-Сахалинске. Посочувствовать бедам Ямайки и поностальгировать о бутылке кефира и половине батона можно будет в субботу в концертном зале «Сити-Холл». В театральном центре имени Чехова вновь экстремалы. Полюбившийся сахалинцам спектакль возвращается. Но насладиться пикантной черной комедией можно только зрителям старше 18 лет. Показывают его в это воскресенье. Цирк приехал. Шоу «Салют эмоций» прямиком из Ростова-на-Дону посетит Южно-Сахалинск. Также в это воскресенье. В программе помимо традиционных дрессуры, иллюзий и клоунады, еще и некие новые направления. Какие – не раскрывается. Одна из самых успешных и романтичных спортивных драм «Лед» получила продолжение. Вторую часть картины о любви фигуристки и хоккеиста снял молодой, но именитый мастер – Жора Крыжовников, ответственный за комедию «Горько» и сериал «Звоните Ди Каприо». «Лед» «Молоденька!» «Я хотела, как мама». «Моя дочь, Нимаша». «Если бы он мог, он бы сам позвонил». «Давай видео запишем». «Пойду надену платье и корону». Папа! Давай больше никогда не бояться. Проведите День влюбленных со второй половинкой, а выходные со всей семьей. А афиша проведет с вами следующую пятницу. Не пропустите. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»